По благословению Святейшего Патриарха Московского Ивсия Руси Кирилла, благотворительный фонд имени Великой Княгини Ольги Александровны совместно с Новоспасским монастырем объявил сбор средств на отливку и установку тысячепудового колокола благовестника. Акция проводится в преддверии 400-летия Дома Романовых. Этот юбилей будут праздновать в следующем году. Новоспасская обитель тесным образом связана с царской династией. Почти со времени основания монастырь стал местом погребения знатных боярских родов. Обрели здесь место своего упокоения и многие Романовы. В 1918-м обитель закрыли, усыпальницу разорили, надгробие уничтожили. Была утрачена часть гробниц. Тогда же с колокольни исчез и колокол. Многотонный благовестник, как это ни парадоксально, словно растворился без следа. Быть может, его перелили на оружие. В 90-х годах минувшего века усыпальницу бояр Романовых восстановили. Сейчас сюда может попасть любой желающий. Чтя традиции, место упокоения своих дальних родственников посетила и Ольга Николаевна Куликовская-Романова, возглавляющая фонд имени великой княгини Ольги Александровны. Настоятель монастыря, епископ Воскресенский Савва, совершил богослужение. Скоро, взамен утраченного в революционные годы благовестника, будет изготовлен мемориальный колокол весом 16 тонн. Его отольют в городе Романове-Борисоглебске Ярославской области на заводе Николая Шувалова, который издавна славится своими традициями. Уже утвержден внешний вид колокола. На нем изобразят Феодоровскую икону Божией Матери, покровительницы дома Романовых. Именно в честь этого образа Божией Матери нескольким русским царицам иностранного происхождения были даны отчества – Феодоровна. Колокол планируется выдрузить на Звонницу в 2013 году. Подниматься он будет краном. Кран у нас проходит. Кран, который поднимет его, и там по особой технологии он будет туда, можно сказать, на салазках, ввезен в колокольню. И там уже при помощи различных рычагов техники и тросов он будет закреплен. Поскольку это не первый колокол, и те колокола, которые вешались на другие колокольни, тоже были некоторые по 16 тонн. Те, кто льет, те и сами вешают, они имеют опыт развески этих колоколов. Ну, я думаю, что проблем-то у нас не возникнет. Тем более по диаметру колокол проходит через колонны колокольни. Так что не придется их штробить, расширять, как это делалось, строит Сергий Лаврин. Сейчас полным ходом идет сбор средств на отливку колокола. Он осуществляется двумя способами. Во-первых, деньги можно перечислить на специальный счет благотворительного фонда Великой княгини Ольги Александровны. А во-вторых, в Спасопреображенском соборе Новоспасского монастыря установлена специальная копилка, куда можно жертвовать на отливку колокола. Моя просьба именно, чтобы люди отозвались, отозвались именно всем, всей России, всем миром, если можно. Это объединяет, понимаете, тут цель каждого пожертвования, человека, который жертвует, будь то это маленькая сумма, будь то это большая сумма. Как говорится, лепта Давицы, она именно обозначит то объединение, общее объединение для всех людей. Каждый будет радоваться, когда услышит звон колокола. Вот, скажет там тоже моя лепта. Многие века колокольный звон сопутствовал народной жизни. Оповещал о приближении врага, созывал ратников на битву, был криком о помощи во время бедствия. Приветствовал победоносные полки, носил в праздники веселье и торжественность. В планах наместника Новоспасского монастыря, епископа Воскресенского Савы, полностью обновить звонницу обители. И тысячепудовый колокол должен стать первым этапом на этом пути.